Рыбная. Улица Большая, 49. У жителей этой двухэтажки праздник. Капитальный ремонт крыши. Основные работы уже сделаны, остались детали. Прошедшие недавно ливни это лишь подтверждают. Квартиры оставались сухими. Ребята нормально все сделали. Вот осталось вот тут коньки сделать. Ну все, все необходимые материалы. Суховые окна, трубы обязательно фановые. Вот это асфальт доделать надо. Да все это доделать. А так все хорошо. Асфальт подрядчики обещали сделать и местные этим парням верят. Говорят, работают на совесть. Осталось ждать совсем немного. Данные вот эти дома, буквально 10 дней, мы ждем там некоторые, так сказать, детали, которые заказные позиции. На следующей неделе поставщик обещал их поставить. Это для устройства фановых труб. То есть герметичность, примыкание к кровле обеспечивает. Вот, соответственно, это последняя стадия, которая будет закончена на этих крышах. Стальная кровля поменяна 100%. На Кузнецкой 25 ремонт фасада в самом разгаре. Прежде чем красить в салатовый, здесь аккуратно запенивают все щели белым. Все по-честному. Капитальный ремонт с кем холодного водоснабжения запланирован. Да, 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 да. А вот у вас как люди осуществляют допуск в квартиры? Нужно же зайти будет в каждую квартиру? Я, например, пущу, если надо. И вроде бы все хорошо, вот только неудобство и рабочим, и жителям создает вот этот колодец. Засор коллектора выплескивает все содержимое прямо к подъездам. Об этом и не только. Руководитель фонда капремонта Дмитрий Калачев говорил с главой района Андреем Гореловым. Рекомендация подрядчикам одна. Не устраивать стихийную свалку строительных отходов. От властей Рыбновского района свое пожелание. О программе капремонта рассказывать жителям чаще. Тем более, что она довольно серьезная. Около 65 миллионов рублей. Запланировано 73 конструктивных элемента. На сегодняшний день в работе 49 элементов. 27 со сроком исполнения до декабря 2022 года. То есть у нас уже заключены договора с тремя подрядными организациями. Все в работе. Дмитрий Калачев в новой должности руководителя фонда капремонта совсем недавно. К каждому обращению от жителей относится щепетильно. И, кстати, обещание помочь в нашей долгоиграющей истории с протекающей крышей в квартире пенсионерки Валентины Трифоновой он тоже сдержал. Крышу на Первомайском проспекте 9 починили. И теперь эту коммунальную эпопею он может смело называть своим личным закрытым гештальтом. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...